Когда мы ехали из города Карлсбад, штат Нью-Мексико, в Аламогордо, тоже штат Нью-Мексико, мы проезжали через городок Артезия. Маленький городок, я посмотрела потом, 11 тысяч человек, но там были такие потрясающие скульптуры, я просто не могла поверить своим глазам. Вот это на автозаправке Артезия написано. Мы остановились и пошли рассматривать эти скульптуры. Это было что-то потрясающее, такие красивейшие, тут и быки, тут и ковбои, и лошади, но потрясающе совершенно. И городок 11 тысяч, Влад говорит, у нас в 300 тысячном Орске один Ленин с кепкой стоял, и тот не из металла был сделан, а из гипса. А тут городок крошечный. Ну, это городок нефтяников, вот там даже на заднем плане видно, что там какие-то нефтеперерабатывающие сооружения, и понятно, что деньги у них есть. Но с другой стороны, в нашем Сургуте, например, тоже нефть добывают, но денег там, во всяком случае, таких статуй там точно нет. Тут я крупным планом сфотографировала сапог этого ковбоя. У него шпора такая, я эту шпору, вот вчера буквально видела в музее такую же шпору. А что у него на сапоге какая-то кожаная накидка, я так и не поняла. Вот тут еще потрясающая скульптура, видимо, ковбой гнался за быком на лошади, бык упал, ковбой упал, лошадь на дыбы. И все это в движении, так сказать, все запечатлено. Вот провода только портят здесь весь вид. Вот здесь я эту же скульптуру сфотографировала с другой точки. Тут уже проводов нету. Какая-то отель Ортезия. Вот какой шикарный у них там отель. И вот я, еще мне понравился вот этот памятник. Женщина и двое детей, она им читает книжку. Вот. И я просто сфотографировала и памятник, и там памятная доска про этот памятник. И только сейчас, когда я монтирую этот фильм, я прочитала про женщину. Это, оказывается, была совершенно невероятная дама, которая была основательницей этого города, можно сказать. Она пробурила первую скважину вместе со своим мужем, артезианскую скважину. Вот. И здесь вот на доске написано много информации про нее. Я прочитала такие факты интересные. Например, что у нее муж забрал ее собственных детей и увез в Европу. Сейчас немыслимо было, чтобы муж отобрал детей и увез в другую страну. Вот. А тогда у женщин прав никаких не было. Вот он увез детей ее в Европу. Но она обучала чужих детей. Она помогала людям, вновь прибывшим иммигрантам. Она открыла первую почту в этом городе и сама же на этой почте работала. В общем, очень много она сделала для города, поэтому ей поставили памятник. А здесь мемориальная доска рассказывает, что следующие скульптурные композиции посвящены мужчинам и женщинам, которые добывали нефть, первую нефть в штате Нью-Мексико и газ. И что это опасная была работа. Но они, тем не менее, делали свою работу. И вот им такой памятник поставили. Огромная скульптурная композиция. Много фигур на ней. И вот изображена нефтяная вышка. И там рабочие работают. И всякие приборы, которые выкачивают нефть. Вот эта скульптура мне еще понравилась. Два человека о чем-то разговаривают, и они облокотились на капот автомобиля. Капот-то есть, а автомобиля самого нет. Но это так оригинально. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо.